здравия желаю тут многие вот мне тоже задавали вопросы путали да и для себя в общем я решил создать ролик на тему на тему параллельное последнее соединение это многие ведь путали то все то есть считает неправильно мощность для этого возьмем значит сейчас нарисуем чтобы было понятнее все вот нарисую допустим у вас возьмем блоки питания соединять вот у вас допустим блок питания 1 3 или там 10 ампер 10 ампер значит 10 вольт так то есть 100 ватт 100 ватт вот значит допустим минус вот тут плюс плюс так дальше вы берете еще один такой еще 100 ватт ну будем так вот писать проще 100 ватт короче будем считать 2 получилось то есть люди что говорят говорят что у тебя типа это самое прибавилось напряжение но убавилась мощность ничего подобного вот вы подключили вот плюс плюс так здесь тут минус здесь вот минус вот минус этот вернее плюс этот а этот минус вот так мы подключили 2 подключили что у нас получилось 2 по 10 ампер 2 на 100 ватт да соединение это последовательное у нас напряжение то поменялось тут 10 вольт нас напряжение стало 20 вольт 20 вольт так и те же 10 ампер 20 помножаем на 10 на 10 помножаем на 10 получается 200 так 200 ватт видите то есть разницы нет или так соединяем вот так вот 100 ватт и вторую блок питание там или батарею тоже 100 ватт вот здесь соединили вместе вот вот тут соединили вот тут параллельно вот на лампочку лампочка и снова получается 200 ватт 200 ватт видите как но здесь напряжение стало выше выше здесь 20 ампер стало то есть греется сильней проводная толще и все прочее а здесь нет то есть выгода соединять последовательно то что говорят что якобы теряется мощность врут то же самое с конденсаторами с ионисторами вот конденсатор тоже путают вот допустим конденсатор 100 100 фарад так фарад ну ионистор 100 фарад вот тут также минус тут плюс тут второй идет вот тут минус тут плюс каждый по 100 фарад вот мы соединили соединили последовательно и что получили а на напряжение 10 вольт тоже как бы мы получили те же 100 фарад но 20 вольт то есть в два раза больше так же самое то есть разницы нет как соединяешь все равно получаешь напряжение больше но лучше соединять последовательно получается меньше нагрева но опять здесь и вам не везде это подходит так как может вам надо напряжение специально такое то есть 100 конденсаторы 100 блоки питания 100 акб все одно и то же выходит а вот тут еще есть такая загвоздка сейчас открою с этим разобрались так вот такая загвоздка допустим вы так соединяете вот этот неправильно нарисовал вот этот допустим у вас 10 вольт то есть 100 вольт 10 вольт вот плюс вот минус вот второй а второй у вас вот тут плюс вот тут минус вот тут минус 10 вольт на 10 вольт на 10 вольт но не 100 ватт а 200 ватт 200 ватт 200 ватт и когда вы это подключаете у вас вот это вот который на 200 ватт вот задавит вот этот ток вот здесь засоединена задавит вот ток на 100 ватт и вы в итоге выиграете только в напряжении например напряжение станет 20 мощность у вас может потеряться то есть не 2 не 300 будет а меньше там то есть будет часть сжигаться потому что вот здесь вот газ разные сила тока раз у этого больше сила тока значит вот это напряжение здесь будет падать то есть напряжение упадет между этими понимаете когда разное то есть разное лучше не цеплять падает напряжение падает напряжение и мощность когда у этогоACE значит он 200 у него значит становится напряжение у них допустим по 10 У этого 10 и у этого 10 Так Значит что получается Значит Когда они встретились Вот тут вот Минус и плюс Здесь мощность то больше Этот начинает заряжать Как бы вот этот Отдавать сюда энергию И у него то напряжение станет Допустим 5 Тут нагрев будет лишний Понимаете что Вот что происходит То есть Подсоединять разные плохо Также и по разным Если разные напряжения допустим Мосят одинаково Тут 100 ватт 100 ватт Так 10 10 вольт Вольт Вот так же Плюс Плюс Так же минус Тут опять плюс Вот коробка А тут напряжение 20 вольт 20 вольт Но тоже 100 ватт Вот так вот И минус При таком соединении Будет что Мощность одинаковая Напряжение сложится То есть будет 30 вольт То есть такое соединение Можно 10 и 20 30 Так как мощность одинаковая Несмотря на то что Разное напряжение Оно ток выровнится А вот если мощность Вот так вот допустим Мощность здесь 50 Вот Вот так же плюс Минус Минус Плюс Плюс А здесь минус А здесь мощность 100 ватт 100 ватт И разные еще напряжения Здесь 10 вольт А здесь 20 вольт Получится 100 Получится И напряжение Вообще упадет Вы даже не получите 100 ватт Так как будет Часть вот эту вот греть Нагрев будет Вот что получается Продолжение следует... Продолжение следует...